Добрый вечер, в эфире весь Карачаево-Черкесия, в студии Руслан Жубкаев и коротко о главном. На сегодняшний день Карачаево-Черкесия отправила в зону СВО более 800 тонн гуманитарного груза. И уже в пути очередная партия для наших бойцов. Шаг вперед и ты на земле. Жительница ветхого дома упала со второго этажа вместе с балконом. О программе переселения репортаж вестей. А эта свадьба пела и плясала 60 лет вместе. Семья Копыриных из поселка Метногорский отмечает бриллиантовую свадьбу. И так для избирателей в поселке Новый Карачаев в дни выборов организовали разговения в священный для мусульман месяц Рамадан. Сегодня глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с председателем Верховного суда Республики Наурузом Лепшоковым. Стороны рассмотрели итоги работы высшей судебной инстанции за 2023 год, а также о взаимодействии исполнительных органов власти с судейским корпусом. Также Науруз Лепшоков представил Рашиду Тимрезову нового начальника управления судебного департамента в республике Марата Джанибекова, назначенного на эту должность приказом генерального директора судебного департамента при Верховном суде России. В 10-ю годовщину воссоединения Крыма и Севастополя к России Карачаево-Черкесия направила груз поддержки бойцам 34-й мотострелковой горной бригады, которые находятся сейчас в зоне СВО. В составе груза 9 тонн питьевой воды его представил член Совета Федерации России Крым-Казаноков и 1 тонна продуктов, которые для наших бойцов передали жители городов и районов республики. С начала спецоперации региональное отделение партии «Единая Россия» на регулярной основе ведет работы по оказанию поддержки бойцам на СВО. Спасибо огромное всем жителям нашей республики, которые участвуют в сборе этих грузов, депутатскому корпусу правительства, всем неравнодушным предпринимателям, организациям, потому что это реально колоссальная помощь, это огромный объем работы, проделанный за весь этот период. И, конечно, это невозможно переоценить тот вклад, который наша республика вносит в поддержку наших ребят, которые сегодня находятся в зоне проведения специальной военной операции. Когда они приезжают сюда, мы с ними встречаемся, они все говорят о том, что для них очень важна эта помощь, которую они получают от нас, и она своевременная и необходимая, потому что то, что они получают, это действительно им нужно там. Новое жилье вместо аварийного. В Черкесске дом на полевой 33А после нашумевшего происшествия был включен в программу переселения. Что случилось в доме, когда переселя жильцов, расскажет Дарья Тендит. 7 июня 2022 года Ольга Сгеева, жительница двухэтажного дома по улице полевая 33А, выйдя на свой балкон, упала вместе с частью обвалившейся балконной плиты. Соседи запечатлили случившееся. Дом полевая 33А. Дом аварийным считать не хотят. Столько раз предупреждали, смотрите, что творится. Женщина упала, вызвали скорую. Становится очевидным, что жить там опасно. Сейчас за пострадавшей ухаживает ее дочь. Получила повреждения, у нее много переломов в ноге было, сломанные были два позвонка. Тяжело восстанавливалась, реабилитацию проходила, в больнице лежали. Слава богу, сейчас все нормально, уже потихоньку ходит. О себе как бы говорит эта травма. Этот инцидент – доказательство того, что следует принимать меры. После проведения проверки специальной комиссии выяснилось, что здание не подлежит восстановлению, требует скорейшего расселения. К жителям дома приехал заместитель мэра Черкеска и представители Народного фронта, чтобы сообщить радостную новость. В начале марта рассмотрено пять заявлений собственников, которые на следующей неделе будут приглашены в мэрию города Черкеска для подписания предварительных договоров Мены, после чего данные договора будут направлены в Росреестр. После регистрации права собственности жильцы будут приглашены, и им будут вручены ключи от новых квартир. В этом месяце те жильцы, которые подали заявление, которые уже были рассмотрены, в марте месяце будут переселены в новые квартиры. Жильцы в ходе собрания задавали волнующие вопросы и получали ответы. Совсем скоро они смогут забыть об опасностях и страхах, связанных с разрушающимся зданием. А пока жильцы приводят в порядок документы и ждут. Нас обрадовали. Я думаю, все довольны, соседи, счастливы. У всех много вопросов. Спасибо, с благодарностью, наверное, все-таки к нашему правительству, к нашей мэрии. Дарья Тендит, Виктория Карпенко, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы расскажем о бриллиантовой свадьбе, новом библиографическом справочнике и о рекордном количестве медалей, которые завоевали спортсмены нашей республики. В Карачаево-Черкесии местами осадки, дождь и мокрый снег, ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Ночью будут порывы до 15-18. Температура ночью 0,5 в горах до 6 градусов мороза, днем до плюс 9 и местами минус 1, плюс 4. В Черкесии облачно, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, ветер восточный 6-11 метров в секунду, ночью порывы до 15-18. Температура ночью 1,3, а днем 5-7 градусов выше нуля. Военный комиссар Карачаева-Черкесии Сергей Белобородов представил сегодня мэру республиканской столицы Алексею Баскаеву комиссара города Черкеска полковника Андрея Хвостикова. Военком выразил уверенность, что профессионализм и опыт, личные качества Андрея Александровича станут основой успешной работы на ответственной должности, будут способствовать выполнению поставленных задач. Счастье только вместе считают герои следующего сюжета. В поселке Метногорске у Рубского района семья Копыриных отметила бриллиантовую свадьбу. 60 лет совместной жизни. Со счастливой семейной четой встретился Али Баташев. Когда появился интернет, одноклассница моя по фамилии нашла меня и говорит, так ты, значит, и замуж вышла за своего Юру. Я говорю, ну да, она говорит, да. Красивый был у вас роман в школе. Вся школа вам завидовала. Спустя несколько лет школьный роман стал сказкой со счастливым концом. Ради своей любимой Гали курсант училища МВД Свердловска Юрий Копырин рискнул комсомольской карьерой и после ЗАГСа отправился в храм для обряда венчания. Теща моя, как говорится, под венец. И вот мы пошли, значит, в храм. Я в курсантской одежде полностью, значит, в шинели, в закрытых дверях в храме. Красивый храм у нас. Нас обвенчали. Венчали такие колечки были, знаете, такие простенькие, дюралевые, покрытые, значит, там, медью. Мне было все равно, лишь бы она была моя. Венчаться там, под расстрелы идти там. И как-то мне было все равно. Честное слово, вот говорю. Вот не кривя душой, говорю, вот так самое. Счастливым продолжением семейной жизни стало рождение сыновей Андрея и Никиты. Кстати, они оба окончили Суворовское училище и стали военными. А для внуков семьи Копыриных бабушка с дедушкой стали примером большой любви. Один раз и на всю жизнь. Вот это богатство, не главное. Главное – это семья. Дети. Вот рожайте больше детей. Вот дети. У нас вот двое детей. Один погиб. Один остался. И мы прямо вот на него, не знаю, не надышимся. Это он один. А если их было много, еще было лучше. И вот сейчас чувствуем тепло. Внуки отдают нам то, что мы им вот маленькими отдали. Они нам сейчас это тепло отдают. И думаешь, как это, вот оно счастье. Крепкая и сильная семья – основа сильной страны. Сейчас у Копыриных семеро внуков и трое правнуков. С бриллиантовой свадьбой супругов поздравили представители администрации и ЗАГСа. Честно, плакать прям хочется. Вот от радости за то, что люди столько времени прожили. Во-первых, так бодро выглядят. Сохранили свою любовь. И просто вот такие моменты для меня вообще очень чувствительные. Даже до слез. В жизни Читы Копыриных не обошлось без испытаний. Так на учениях погиб старший сын Андрей. Юрий Михайлович перенес тяжелое заболевание, семь операций. Но благодаря неустанной заботе второй половинки чувствует себя намного лучше. Это прекрасно. Прожили мы 60. И еще бы хотели прожить 60. Если Всевышний нам позволит, разрешит, значит, как говорится. И тогда мы бриллиант этот ограним. Супруги поддерживают друг друга и в горе, и в радости. Они утверждают, что секрет их семейного счастья – любовь, взаимопонимание, терпение и умение прощать. Алибаташев Ольга Савенко, Мухаммед Ашибоков. Вести Карачаева, Черкесия. Урупский район. В Республиканской библиотеке имени Халимат Байрамуковой прошла презентация библиографического справочника «Литературная Карачаева-Черкесия». В электронной книге собрана информация обо всех писателях и поэтах, чье творчество можно считать частью наследия народов нашего региона. На мероприятие побывал наш корреспондент Артур Мхце. Основоположники национальных литератур, члены Союза писателей, люди, в чьих произведениях прослеживается наследие культуры и искусства народов Карачаева-Черкесии. Все это теперь собрано в электронном библиографическом справочнике, который был презентован в Республиканской библиотеке. Как сказал руководитель учреждения Салых Хабчаев, для создания антологии пришлось изучить огромное количество материала. Итоговый результат еще требует некоторой доработки. Однако стоит учесть, что ранее в Республике ничего подобного не имелось, и предстоящие в нынешнем году мероприятия помогут собрать еще больше информации. Мы будем работать с известными писателями, людьми Карачаева-Черкесии, поэтами, композиторами, художниками. Сегодня то, что вы оставляете такое наследие, это огромная вам благодарность. В электронной книге собрана информация о 400 творческих представителях народов Карачаева-Черкесии, чьи произведения считаются национальным достоянием. О важности сбора и сохранения данных говорили все участники мероприятия. Нашим читателям запомнились встречи с Лилой Абубикировной-Бикизовой, Назиром Ахеевичем Хубиевым, Валерием Сиперовичем Казаковым, Владимиром Петровичем Романенко. Ну, роль национальной литературы всегда очень велика. Это каждый народ гордится своими писателями, поэтами, стремится сохранить, через литературу сохранить язык. Люди, информация о которых размещена в антологии, оставили след в различных видах искусства. Впоследствии их произведения легли в основу театральных постановок, песен, картин художников. Возможно, когда вся имеющаяся информация будет окончательно систематизирована, свет увидит и печатное издание литературного справочника. Артур Мхце, Асан Найманов, Миха Каракелян, Вести, Карачаев, Черкесия. В поселке Новый Карачаев для избирателей вне выборов организовали разговения для тех, кто держит пост в священный для всех мусульман месяц Рамадан. Также для зрителей устроили праздничный концерт с участием артистов отдела культуры Карачаевского района. На мероприятие побывал и наш корреспондент Алихан Липшоков. Настоящая атмосфера праздника царила в день голосования в поселке Новый Карачаев. Все жители пришли отдать свой голос и тем самым выполнить свой гражданский долг. Наша задача сделать этот день для всех наших граждан настоящим праздником. А для тех, кто постится в этот священный месяц, мы организовали угощение, отмечают представители администрации поселка Новый Карачаев. Организовали концерт для народа. У нас на выборы идут народ и активно принимают участие в концерте. А концерт у нас больше патриотический, чтобы поднять патриотизм народа. Поэтому мы решили делать концерт в таком образе, в таком формате, чтобы люди как-то заботились о будущей стране, чтобы классовали. Наша страна сильная благодаря единству ее жителей. И приятно нам в этот день видеть сплоченность людей, так как именно от нашего голоса зависит благополучное будущее, уверяют избиратели. Мы выбираем будущее нашей страны, будущее наших детей, здоровую, крепкую семью, чтобы у нас не было войны. Я тоже, как и все граждане, пришел отдать свой долг. И я считаю, что все граждане Российской Федерации, мы должны все выразить свое мнение и отдать свой долг. Яркие танцевальные и музыкальные номера вызывали радость у всех жителей поселка Новый Карачай. А уже ближе к вечеру для тех, кто в течение дня держал посвященный месяц Рамазан, было организовано разговение. Каждый мог насладиться вкусом горячих карачайских хачанов, мяса и фруктов. Олег Ханепшоков, Олег Молхожев, Веси Карачаева, Черкесия, Новый Карачай. Завтра в Черкесске открывается рыбная лавка Дары Камчатки. Всех жителей и гостей Карачаева Черкесии ждут в Центре развития предпринимательства по улице Горького, 8, Центральный вход. Рыбаки привезли свежую и наилучшую продукцию, большой ассортимент рыбы, консервы, красная икра. Ярмарка будет работать до 24 марта включительно. Студенты Карачаева-Черкесии завоевали бронзу на первенстве России по армрестлингу в командном зачете. Спортсмены справились с нелегкой задачей и показали хороший результат. В их копилке 15 медалей. Это все Веси на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма Васнецова. Всего доброго и до встречи в эфире.